Если вы до сих пор еще не присоединились к самостоятельному туризму, я настоятельно вам рекомендую это сделать. Тем более, что сейчас все равно достаточно ресурсов, чтобы самим зарезервировать отель или, что еще интереснее, апартаменты. Тем самым вы можете, в общем-то, даже посмотреть немножко жизнь изнутри, в том новом месте, куда вы собираетесь. Так, может быть, для тех, кто смотрел, а может быть, еще и нет, я на своем канале рассказывала про жизнь в Кибуце, например, в Израиле, про жизнь изнутри, в таком интересном месте. Вот когда мне довелось жить несколько раз в разных квартирах на территории Испании, меня, например, очень удивило такое обстоятельство, что речь идет об обычной городской квартире, о том, что, например, типа детских каких-то комнат, или я даже не знаю, как там сказать, это глухие комнаты без окон. У нас, например, все-таки в России такого нет, а там я это видела не раз. А однажды, это тоже была Барселона, а еще надо сказать, что и кухни бывают тоже без окон, это тоже частая практика. И вот, возвращаясь про апартаменты, которые я сегодня хочу показать, тоже очень-очень прикольно. Вот такие вот интересные апартаменты в Барселоне, вот это наша дверь получается, очень интересное место, старинная такая мебель, и вообще все старинное. Первая комната, ну тут такое глухое место, кровать, в общем-то тут особо интересного нет. Вот кухня, это вот вторая комната наверху, лесенка, я туда потом поднимусь отдельно и там поснимаю. Вот здесь такие шкафчики. Ну, это понятно, что один санузел. Теперь идем. О, вот тут такие потолки, все такое вообще, конечно, прикольное. Очень интересное все, ну для меня, по крайней мере. Вот, дальше двигаемся. Ну, тут так вот, диванчик. Такая кухня, в кухне есть абсолютно все, даже большая посудомойка. Единственное, что мы забыли, а, хозяин сказал, что он боится, что вызывает. Арах там все дела. Балкончик есть, очень милый. Вот так вот. Везде всякие окошечки, комнатами. Вот такой вот, не знаю, как сейчас тут видеть на солнце. Это окошко туалет, а там вот окошко на второй этаж. Зелень, зелень, зелень. И тут прямо крыши Мон Мартра. Такое весьма, конечно, очень колоритное. Такое вот интересное зрелище. Ну и вход получается с балкона. Тут цветочки все очень, ну очень приятно. Теперь получается второй этаж. Такая вот крутая лесенка. И здесь оно вот все выглядит вот так вот интересно. Очень низкий потолок. Там такое вот окошко. То есть тут абсолютно разогнуться. В Гродно в прошлом году у меня тоже были такие очень интересные апартаменты. Также двухуровневые. Куда надо было подниматься, в общем-то спать под потолок. Так вот, возвращаясь к этим испанским апартаментам, еще скажу, что меня удивило. Вот когда, получается, заходишь изначально, назовем это подъезд в нашем понимании, там вообще было типа такого какого-то колодца. Надо было спускаться резко-резко вниз, а вверху над тобой было просто небо, квадрат неба. То есть это было открытое пространство. Эта территория такая уже была горная. И по сути вот этот дом, эта квартира, даже, ну что дом, именно речь была про квартиру, находилась на, можно сказать, даже четырех каких-то уровнях. И вот таким образом я говорю, ну что там, не будем уж говорить про Испанию, это сейчас сложно. Но вот даже на территории других городов, в том числе и России, не упускайте такую возможность пожить просто, сняв себе квартиру, а не пользоваться туром и жить в стандартных коробках в отелях. Всего вам хорошего, приятных путешествий, насколько это возможно в наше время.